Здравствуйте! Это программа «Разговор». Я Александр Мягченков. И сегодня герой нашей программы Николай Викторович Левашов. Ученый, физик, теоретик, писатель, исследователь. Небольшая информационная справка. Николай Викторович Левашов окончил факультет радиофизики Харьковского государственного университета. Более 15 лет жил и работал в Соединенных Штатах Америки. Создал там свою научную школу, в которой вел семинары и занимался обучением студентов. Автор нескольких научных трудов, в частности, «Неоднородная вселенная» и «Сущность и разум». Несколько лет своей жизни академик Левашов посвятил проблемам климата и изучению климатического оружия. Здесь не было никаких ошибок? Ну, пока нет. Хорошо. С 6 по 17 июня в Германии, в Бонне, проходило совещание Организации Объединенных Наций по проблемам климата. Климатический форум. Это сегодня очень важно, потому что как-то так вот научное сообщество разделилось на две части. Одни говорят, что происходит потепление климата, а кто-то говорит, нет, никакого потепления, все идет нормально. А кто-то даже о похолодании говорит. Вы какую точку разделяете? Что происходит с нашим климатом? Ну, понимаете, я бы сказал, что, во-первых, то, что говорит о глобальном потеплении, это, в принципе, полный бред. Это не только мои слова. В 2004 году в то время президент Путин дал задание нашей Академии наук сделать выводы по Киотскому договору. Выводы комиссии было, что позиция глобальной потеплении, если что иное, как фикция научная. И есть подтверждение тому. То, что человечество производит, выбрасывали кислый газ, это, конечно, хорошего мало. Никто не говорит, что это хорошо. Но, так сказать, факты, которые скрываются, показывают, что при всем желании эти факторы человеческого действия никакого влияния на климат не могут указать. И вот почему. То есть, это не значительно. Если потепление даже происходит, то незначительно. Нет, нет такого потепления. Посмотрите, каждый год планета выбрасывает в атмосферу 750 миллиардов тонн углекислого газа. Человеческая деятельность всего выбрасывает, что тоже плохо, 3 миллиарда тонн. То есть, то, что человеческая деятельность производит, дает только менее, чуть более 1,3% того, что выбрасывает природа. То есть, никакого принципиального влияния человеческая деятельность на данный момент не может влиять на климат. Плюс, как вы знаете, кажется, порой где-то назад хакеры вскрыли сеть и выбросили документы, связанные с климатическим потеплением. И в этих документах вскрыли, что между собой они переписли, что это для дурачивания. Вопрос, зачем такая глобальная профанация была организована? Как вы думаете, зачем? Зачем? А очень просто. Необходимо было сначала навязать миру идею о глобальном потеплении. Чтобы все свыкли, что действительно глобальное потепление. Идет изменение климата. Оно всегда было. И всегда климат менялся. И какие были потепления, которые похолодали. В одних зонах потепления, в других похолодания. Допустим, то же самое в то время, когда глобальное потепление. Я знаю четко по Франции, к примеру, в последние 10 лет, в заключении этого года, зимой были морозы, по 20 градусов морозы снег лежал. Но это нормально все. Потому что все-таки зимные шары – это живая субстанция. Конечно. И меняется климат, и сама земля меняется. Конечно. Даже земная кора движется. Ну, никакого глобального потепления, вызванного деятельностью человека, нет. А для чего это придумано? Для чего так активно навязывается всему миру? Для того, чтобы удобное прикрытие для действительно совершения неблагоприятных действий. То есть, применение так называемого климатического оружия. Хорошо. Сейчас мы плавно подойдем к климатическому оружию, к гипотезе о климатическом оружии. Это не гипотеза, реальность. Так вот, вернемся к Германии, к Бону, к тому климатическому форуму. Что там обсуждают? Если так у нас с климатом все нормально. С природой, правда, не очень нормально, но тем не менее. Какие там проблемы-то обсуждать? Потеплело или похолодало? Потеплеет и похолодает. То есть, глобально-то это понятно, теоретически. Ну, и в принципе, для меня тоже это не сильно. А вы бывали на таких форумах? Бываете? Нет, пока не приглашали. Вы не альтернативные теории выдвигаете, поэтому они считаются как бы антинаучными. И люди, ученые говорят, что... Извините, я физик-теоретик, так? Так. А кто говорят о том, что они научим? Биологи? Или кто вообще физик не понимает? Ну, любая гипотеза, любая теория должна зижиться на каких-то документах, фактах основываться, исследованиях и все такое. Извините, факты есть очень серьезные. А вы говорите, вот существует некое такое колематическое оружие, почему-то оно существует только у американцев, а не у нас. Нет, почему? Это разработка... А не у нас. И у нас существует. И разработка-то советская еще была. Просто, когда Советский Союз распался, те, кто разработчики были, их вытащили в Америку, они там провели, развели всю эту деятельность и создали. Факт, вы знаете, что мирная научная инстанция по изучению атмосферы Аляции, которая создана, имеет степень охраны выше, чем Пентагон. Странно, да? Это факт. Ну, наверняка там проходят какие-то научные исследования, но... Извините, научные такие... Допустим, я когда учился в университете, я закончил кафедру теоретической физики. Да. Теория поля, это, как говорится, занимался теорией поля. Так вот, могу сказать следующее. Мы-то еще студентами ездили на практику, где стояли, так сказать, мощные антенны. Свечи излучения. Никакой охраны, тем более лучше, чем Министерство обороны, не было. То есть, это вот одно из, как бы, доказательств того, что что-то происходит, что эта территория очень сильно охраняемая. Это... Я просто жил в Америке 15 лет, и американский быт знаю не теоретически, а практически очень хорошо. Такая степень защиты... Вам привести пример. Ну, что вы... Извините, я вас перебью, но есть же такие зоны, как, например, в штате Памневада находится зона 51, где, говорят, что там вот какие-то инопланетные корабли и так далее, и она тоже охраняемая. Но на этой территории нельзя не пролетать. Ее охрана гораздо меньше, чем охрана Мирного научно-исследовательского объекта. Хорошо. И, к примеру, чтобы было понятно, помните, в Штатах была проблема с сибирской язвой, так? Да. После чего выяснилось, что эту сибирскую язву выносил бывшее оружие, которого уволили. И он спокойно приноходил на свою работу бывшую, выносил из нее порошок, который потом рассылал и заражал людей. Как вы думаете, лаборатория биологического оружия разработки должна охраняться хорошо? Ну, думаю, что да, если это представляет какую-то опасность для общества. Уволенный сотрудник спокойно приходил и уносил. А представьте себе, мирная станция, где ничего секретного нет, охраняется в десятки тысяч раз лучше, там никакой уволенный сотрудник упадет. Это первое. Второе, это не только, понимаете, как люди дурят. Знаете, как дурят? Нет, ну, как дурят, я знаю, но мы говорим сейчас о серьезных вещах. А вот серьезные вещи они дурят? Планетарного масштаба. А вот они дурят в серьезных вещах, пожалуйста, очень просто. Показывают поле антенны. Вот смотрите, вот здесь только поле антенны. Где же тут оружие? А где же оружие? Так поле антенны и есть оружие. То есть вот поле антенны, это и есть то самое климатическое оружие? Нет, это часть. А когда вы стали проблемами климата заниматься серьезно? С 2002 года. Перед этим тоже занимался, в принципе, еще в 90-х, так и раньше. То есть более-менее, в принципе, с 90-х годов начал, в принципе, заниматься. Значит, вот на подобного рода климатических формах ученые занимаются, они пытаются понять, значит, почему же меняется климат на нашей планете, что влияет на этот климат, в какую сторону он меняется. А вы параллельно идете, вы говорите, климат не меняется, с климатом все нормально. Нет, нет. Климат меняется в пределах той нормы, как и тихо. Климат меняется так, как это было неоднократно. Даже вспомню, мне кто-то приводил пример, что в стихах Пушкина, что в феврале рассвели там фиалки, примерно. Ну, всякое бывает. То есть и никто... Или у Пушкина в тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала, природа, снег... Снег выпал только в январе. Ну, всякое, слушайте, бывает. И никто не кричал. Так у нас в прошлом году была жара. Здесь, в России, в Москве. До 45 градусов нормально. А в 80-х годах, помните, было, горело? Торфяне горели под крюкок, под крюкок. Помню, это было в 71-м году. Да, в 71-м, 72-й. Все тоже было задымлено, горело. Гораздо хуже было. Но это было в результате тоже жары, да? Сегодня мы говорим о климате. Иногда бывает жарко на планете, иногда бывает холодно. Как вот в прошлом году, перед Новым годом, был ледяной дождь. Довольно редкое природное явление. И что здесь такого? Причем здесь климатическое оружие? Вы же утверждаете, что это американцы на Аляске, которые мы, кстати говоря, продали американцам в свое время. Это особый разговор, но не продали. Это особый разговор. Ну как, наш государь-император продал с его подачи. Вы видели документы? Хорошо. Вот видите, это ключевая фраза. Вы видели документы? Вот и сегодня я хочу понять, на основании каких документов, на основании каких фактов вы утверждаете, что американцы владеют вот этим самым климатическим оружием? Вы говорите, что у нас не только портят нам климат и погоду. Не только нам. Европу пытаются загнать в 2003 году, устроив там веселую жизнь. Помните, в 2003 году в Европе? В Франции, Испании тысячи людей умерли. Температуру под 60 градусов в тени было летом. Помните? То есть это мировая война началась? Американцы начали вот такую климатическую... Не только мировая, экономическая война. Это одно и то же. Но это в результате. Конечно. Она экологическая, она же и климатик. Почему? Потому что Европа не принимает генномалифицированные продукты организма, которые навязывает Америка. То есть Америка теряет огромное количество денег. Да. Потому что не только денег. Генномалифицированные продукты – это биологическое оружие тоже. Это факты уже доказаны. Исследования показали, многократные исследования ученых показали, что генномалифицированные организмы, ну и продукты, полученные из них, делают, допустим, уже последние разработки генномалифицированных организмов, приведут в то, что второе поколение становится стерильным. Понятно. Но скажите, каким же образом, вот в чем механизм, каким образом действует это климатическое оружие, что вот создается такой купол, как-то антициклон, да, называется? Антициклон-то... Нас накрывают неким куполом, и нет ни ветра, ничего, а жара. Здесь очень просто. Просто, опять-таки, когда людям не дают полноценной информации, а дают кусочек правды, лучше, что это неполная правда. Правильно же? Да, неполная информация. Неполная информация. Так вот, что делается? Делается все очень просто. Ведь это не мои данные, что прошлым летом на Центральной России толщина озонного слоя уменьшилась на 46%. Это чьи данные? Исследовали космические исследования и так далее, и наши, и американские. Все это подтверждают, и не только. Вот хотелось бы поточнее знать, что это заключение, что толщина озонного слоя уменьшилась. Это плохо. Это неплохо. Это невозможно естественным путем. Объясню, почему. Озонный слой – это пояс вокруг Земли. Да. И он в определенных местах толще, в определенных местах тоньше. И он не может в одном месте вот так вот сам... Тончается везде толщина слоя. Это естественным путем. И самый тонкий слой над южным полюсом. Поэтому, если бы утончалась, то появилась бы дыра над южным полюсом. Но появляется дыра над всем полюсом, где толщина слоя максимальная, в принципе, близкая к северу, правильно? Над Россией. И к тому же, жалко, кто не захватил карты. Опять-таки, в Насовске, где показано, что вот картинка идет тепловой режим, в прошлом летом, к примеру. Именно центральная Россия, какого там Сахара, какая там пустыня смерти Невада, жара такой уровень стояла, что там просто бордовое было все именно в России. То есть, во всех наших бедах, климатических, виноваты американцы. Их климатическая уровень. Ну, по крайней мере, при мне... Летом жара, зимой ледяной дождь. И это, конечно, доставляет огромное количество проблем, массу проблем. Ну, вы помните, в прошлом летом, как наши мудрые специалисты по климату заявляли, когда жара закончится. Помните, да? Да. Ну, шутка была, к концу декабря явно похолодает, да? Да, да, да. И потом что говорили? Что говорили? Что зима будет бесснежная и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Правильно. Ну, я говорил с метеорологами, но очень трудно предсказать, потому что природа имеет такое свойство, это стихия. Хорошо, а почему они предсказываются с такой уверенностью, что будет именно так? Странно. Что зима не будет снежной? Да. Они предсказывают, хотя вы сами говорите, понимаете, сами говорят, противоречит сами себе. Мы знаем, что метеорологи, даже метеорологи говорят, что это точно не точная наука, понимаете? Это вообще не наука, если на то пошло, так, с точки зрения. Я думаю, что сейчас метеорологи с вами не согласятся. Вот почему вас не приглашают на климатические формы. Вы им говорите, вы вообще не ученые. Чем вы за ним? Какой климат? Это американское оружие. Извините, если говорят по телевидению, что от дождя не будет идет дождь, в течение получаса. Но это уже другая тема. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Понимаете, наука... Давайте ненадолго прервемся, на минуту, а потом продолжим наш разговор. Герой нашей сегодняшней программы Николай Викторович Левашов, ученый, физик, теоретик, писатель, исследователь. Мы продолжаем разговор. Когда ученый, физик, я понимаю, теоретик, тоже понимаю, а исследователь – это такое объемное понятие. Здесь может быть и наука, и, как говорят, альтернативная наука, паранаука, то, что официальная наука не при... Вы к какой науке относитесь? Я считаю себя ученым, настоящим. Потому что, извините, если заявляют, что в современном науке представитель Велихов заявил, я как раз сам с экрана телевидения заявлял, что мы признаем, что мы не знаем во Вселенной против ничего. То есть 90%, как они называют, не мой термин, это научный термин, темной материи, которая заполняет Вселенную, мы кое-что знаем о 10%. Ну, так это нормально. Мы действительно очень мало знаем. Человечество очень мало знает о том мире, в котором существует. Хорошо. Нет, не совсем так. Вопрос. Теперь подумайте, скажите вот так. Вот я всегда привожу пример. Если мы имеем мозаику из 100 кусочков кубиков, так? Мы имеем 10 кубиков. Что-то можно построить цельно? Нет. Можно так сказать, вот мы наблюдаем это явление. Наблюдайте, но не давайте своих объяснений. Потому что объяснение для того, чтобы создать полноценную гипотезу, с моей точки зрения, нужно иметь не менее 70% кубиков. Вот тогда вы же можете сложить более-менее достоверность, что картина вами складываемая будет соответствовать более-менее реальности. Правильно. Но вот вы даже пытаетесь давать объяснение, которое мы называем гипотезами, теориями. Ну, это и есть кубики, надеюсь. Есть, да? Да. И начал искать их после окончания университета. Знаете почему? Получив лучшее образование, которое можно было получить в то время в Советском Союзе, то, что школа радиофизики Харьковская считалась самой сильной, и радиофизика это наиболее серьезная наука была в то время, я не получил ни одного ответа на вопрос, который у меня еще в школе. То есть элементарные вопросы, что такое электрический ток и многое другое, мне предоставлено с академиками мировым именем, не могли объяснить. Прознести фразу, а что за ней стоит, они не понимают и не знают. Вопрос. Понимаете, то, что я говорю, что современная наука, то, что называть наукой, наклепила огромное количество фактов, статических данных, что реально достоверны. Но вот когда пытаются интерпретировать и объяснять, например, вот опять-таки, темной материи 90%, которые существуют в Вселенной, они признаны. Почему? Не от хорошей жизни. Потому что галактики во Вселенной двигаются по таким законам, когда должны быть присутствия 90%, которые нет. Хорошо. Николай Игоревич, давайте все-таки опустимся на Землю более конкретным проблемам, которые волнуют нас, землян, и каждый день волнуют. Все-таки вот о климате поговорим. Конечно, пожалуйста. У американцев есть климатическое оружие, и они могут влиять и не только на нас, на наш климат, но и на другие регионы. У вас есть там факты, подтверждения. Конечно. Я читал ваши работы, вы пишете о Вьетнаме, как американцы применяли климатически. А во Вьетнаме нет, вот про Вьетнам, вы пишете йодистые, серебро они используют. Нет, используют, да. Это не климатическое оружие. Это не климатическое оружие, это просто несколько другого типа оружия тоже. Ну, в принципе, можно отнести к оружию климатическое, но с большой натяжкой. В России нет сегодня климатического оружия. Почему есть? Мы всегда же впереди планеты всей, и уж, казалось бы, что, что,— а климатические оружия? Так и оружие, это разработка наших ученых советских, которые вытащили, как очень много делают, вытаскивают чуть ли не ценную разработку, тоже вытаскивают людей на запад и создают им далеко не самые лучшие условия, конечно, лучшие условия, чем здесь, но многие ученые, которые выехали, которые мне предоставили, я был независим, то есть нет кого ни на кого не работал, поэтому я был свободен. Значит, сегодня мы имеем такое понятие, как невидимая миру, я не знаю, по счету, мировая война. Она идет давно. Это экономическая, это понятно, и политики, это во всем информационная война, но еще тут климатическая, вот это вот не очень приятно. Когда появляется, я не знаю, в Германии обнаруживают какой-то вирус, какую-то палочку, в результате чего умирает довольно большое количество людей и не могут определить источник, это все так кажется как-то примитивно, живем в 21 веке, век нанотехнологий, а тут параллельно климатическое оружие, у нас оно тоже было, но его украли американцы. Нет, не украли, почему украли? Ну хорошо, это я так примитивно говорю, вывезли, да. А что делать, скажите, как защищаться от этого? Ну, есть способы. Это лето будет тоже, американцы будут сражать, вот этот невидимый враг будем называть его. Знаете, очень трудно жить без врага, если нет врага, уж это наш менталитет, А российский, надо придумать этого врага, надо с кем-то бороться, надо быть все время в конфликте, в действии. А зачем придумывать? Понимаете, просто опять-таки недостаток информации правдивой приводит к тому, что люди вводят в заблуждение, обманывают. Поэтому, так сказать, опять-таки, чтобы закончить, как думаете, с оружием, дело в том, что, понимаете, действует, чтобы вы поняли, как оно действует, действительно очень просто. Все, так сказать, гениально просто, здесь тоже очень просто. Дело в том, что озоновый слой Земли, почему дырка озона возникла? Ну, вы уже говорили об этой дырке. Нет, а почему? Почему? Для того, чтобы как-то в два раза уменьшится толщина озонового слой над Россией, в центре, резко возросло попадание на поверхность Земли ультрафиолетового жесткого излучения Солнца. Ну, это, конечно, кошмарные результаты, это и раковые заболевания, это влияние на здоровье. Естественно, и, естественно, резкий разогрев. Но, смотрите, в 1997 году Организация Объединенных Наций принимает Конвенцию о запрете экологических войн между СССР и США. Тогда был заключен договор о прекращении разработок климатического оружия, о котором вы говорите. А на самом деле тогда получается, что эти разработки продолжаются, и никто эту Конвенцию не соблюдает. Вы знаете, сколько минут было заключено, которое нарушалось, несмотря ни на что. То есть, вы утверждаете, что вот эта все Конвенция, она запрете экологические войн, она не действует? И, по крайней мере, смотрите, в принципе, насколько этому не только я понимаю, то те же самые Штаты игнорируют ООН. Почему? Нападение на Ирак было произведено без санкций ООН. То есть, Штатам было до лампочки, что ООН расскажет об этом. Почему? И не только на эти. Это борьба за первенство, потому что... Такое первенство. Им нужно вылазить из кризиса, в котором они находятся. И сейчас кризис уже Бабама признал. Ну, хорошо. А мы сегодня имеем кризис и финансовый, и экономический, и так далее. Но Америке это выгодно, с вашей точки зрения? Выгодно войн развязывать. Почему? Потому что каждый раз... Посмотрите, Америка поднималась после мировых войн. То есть, затевается война, под эту дудочку сливки собираются и процветают. Дело в том, что, опять-таки, полуправда. Америка производит 20% мирового продукта. Все говорят, да? Это много. Одна страна пятую часть мирового продукта производит. Но забывают сообщать. То есть, та же самая страна, которая производит 20% мирового продукта, в среднем потребляет 50% мирового продукта. А по некоторым видам 90% мирового продукта. То бишь, при производстве 20% минимум в два раза больше потребляет. Это признак паразитизма. То есть, без паразитизма эта страна существовать не может. И каждый раз, смотрите, как тяжело она пытается развязать войны. Пыталась развязать войны Ирак, чтобы возникла война с арабским миром. Рассчитывая, что возникла война третья с арабским миром. И чтобы было очень выгодно и так далее. Не получилось, пошел глубокий кризис. И если бы, извините, не русские деньги, которые стабильцы на фон, находятся в Штатах. Понимаете, да? Да. Это давно уже было кое-где. Понимаете? Вот все, что вы говорите, это очень заманчивая теория. Это факт. Особенно для россиян. Ах, вот в чем дело. Тогда как бы все становится на свои места. Вот он где враг. И вот почему все и происходит. И даже плохая погода. А в деревне Блюдово до сих пор идут дожди. Оказывается, американцы во всем виноваты. Дело не в этом. Можно, конечно, инонизировать. Ну, а как без этого? Как без самоиронии и иронии? Нет, это хорошо. Но надо быть здоровой. То есть, одно дело потрудить нас с собой, так. А другое дело закрывать глаза над реальностью. То есть, этим летом ничего опять хорошего не будет? Американцы так же будут портить нам погоду? Если будет, ничего у них не получится, надеюсь. Почему не получится? А у них в прошлый раз получилось? Ну, как жара-то сколько стояло? А в результате пожара? А в результате, смотри, никогда такого не было. Мы задыхались в Москве? Задыхались в 1972 году и не только. А сколько людей-то умерло? Ведь морги были переполнены. Правильно, должно быть гораздо больше. Вы знаете, что 6-7 августа в прошлом году Госдепередовщик США выпустил памятки для желающих выходить в Россию, что не рекомендуется поездка в Россию в силу того, что там будет химическое заражение, радиационное заражение, в Москве именно в том же числе. И что к сентябрю, когда все сгорит, нечем будет гореть, по радиологическому и химическому заражению обстановка становится критикой. Чума будет, холера и все остальное. Это было выпущено 6-го. Было выкурено посольство. Откуда вы черпаете эту информацию? Потому что вы рассказываете, удивительно, интересно, но так сомнительно. Почему сомнительно? Это публикация памятника Госдепартамента, извините, была разработана не один день. То есть это официальные документы, его в интернете можно прочитать? Конечно. Эвакуация посольства, извините, это факты. На момент, на 6-7 августа в посольстве оставалась только представитель полицентра и охрана. Все. Нет, ну это понятно. Это была очень необычная ситуация для нас. Мы же говорим о перспективе. Это было. Мы сейчас попытаемся понять, а в результате чего это было? Вы говорите, было. Ученые говорят, это в результате вот таких природных катаклизмов. А вы утверждаете, что это техногенного происхождения. 46% потери озоносла над Россией именно, где не может быть принципиально. Скажите мне тогда коротко, что из себя представляет это климатическое оружие? Вы сказали, вот там огромное количество каких-то антенн. Правильно. Куда направлены эти антенны? Очень просто. На что? Есть вокруг Земли, вы сами знаете, телевидение работает, телефон работает, спутники, так? Так. Которые находятся на синхронных орбитах. Так. Что такое синхронные орбиты, вы, наверное, знаете? Ну, приблизительно мы догадываем. Ну, я просто скажу, что кто-то не знает. Для того, что когда, если спутник двигается на своей орбиты с такой же скоростью, как вращается поверхность, то... И что делают эти спутники? На этих спутниках располагаются не только телевизионные и так далее, и так далее приемники. Там находятся антенны. Приемные перерывы антенны. Это выражены как физик-теоретики, занимающие теорию поля. С Земли, вот там не только в Аляске, есть еще в Гренландии и в Норвегии. Три станции такие. С Земли на эти спутники посылается мощный сигнал СВЧ-излучения, приемных частот. Из-за одного спутника к другому они присылают, потому что они висят, а спутник создает вокруг сотовую структуру над всей Землей. И в нужном месте, в зонном слое Земли, создается так называемый ионализм. То есть, эти излучения собираются, и в одном месте создается стоячая волна, которая уничтожает молекулу озона. И в этом месте, если уничтожает, ионизирует его. И где происходит ионизация, в этом месте возникает озонная дыра. Очень просто. Перераспределили уже в другом месте то же самое. Перераспределили, это компьютеры делают элементарно. При этом, может быть, черт не знает, где находится. На Аляске станции, а создавать в России, где угодно. Потому что с одного спутника на другой быстро передается излучение. Именно там, где программируется создание стоячей волны. Вот в этом регионе и мы имеем проблемы. Конечно. Может быть, не мы, но кто-то имеет проблемы. Кто-то имеет проблемы. В том числе и мы. В 2003 Европа имела. И то же самое и в Европе возникла зонная дыра. Тоже 46% примерно было уничтожено. И в России то же самое. Плюс исследования английских метеорологов показали, что высотные облака, которые идут на километры, там, выше 10 километров, почему-то останавливались именно в этой зоне, где в прошлом нет. Они с огромной скоростью почему-то что-то препятствия, которого никогда раньше не было. Очень интересно. Очень интересно. Необычно. Но есть вопросы. Мы сейчас прервемся ненадолго, Николай Иванович, а потом продолжим разговор и будет заключительная третья часть нашей программы. Герой нашей сегодняшней программы Николай Иванович Левашов. Ученый, физик, теоретик, писатель, исследователь. Мы продолжаем разговор. Все, что вы рассказали в предыдущей нашей второй части, это безумно интересно, но тут возникает масса «но». Ведь дело в том, что в Америке существует независимая журналистика, и там много таких людей, которые обязательно, они даже до 51-й зоны этой докопались, где якобы НЛО сбиты и находятся, и пришелись. Ну, ничего нет такого. Хотя американские, конечно, вот эти вот структуры, они, конечно, скрывают очень много. Но, тем не менее, ну какая-то информация появилась бы об этом? Почему нет этой информации на страницах газет, в прессе? Опять-таки, вы думаете, свобода там есть? Вот я вам приведу пример. Я, опять-таки, прожил 15 лет. И у меня был знакомый директор CNN News Сан-Франциско-БР. Вы работали в Америке, да? Да, я жил и работал в Америке. Так вот, он мне рассказывал в свое время, что когда журналисты подготовили материал о применении во время войны во Вьетнаме американскими войсками, Оранж, ну, знаете такое, да? Они исследовали детей и внуков ветеранов. И уродства, болезни, не только у самих ветеранов, и детей и внуков, выпустили материал. В то время, если он принадлежал Теда Тернеру, Кинсиджер позвонил ему и сказал, «Немедленное опровержение этих ублюдков немедленно уволит с волчьими билетами». Что и было сделано немедленно. Понятно. Тут я понимаю. Это свободная пресса. Притом, свободной прессы, может быть, вот так, в большом счете и не бывает. Здесь вы правы. Оно скажет, ну, наши-то власти знают. Конечно, знают. Что американцы вот таким образом знают. Почему у нас это не обнародуется? Почему, как бы, ну, нет этой проблемы. Никто не занимается этой проблемой. Это дутые проблемы. Это вот есть такие псевдоученые, вот в частности, как Николай Викторович Левашов, который придумал там какое-то оружие. Вот все время активно рассказывает об этом. А результат-то какой? Что делает-то? Ну, даже если оно есть, это же плохо. Это для нас, для россиян, плохо. Понимаете, дело в том, что... Почему правительство на уровне не борется с этим? Объясните мне тогда. Понимаете, это вопрос не ко мне, а к правительству, так? Я, по крайней мере, борюсь с этим. Ну, как вы можете объяснить, почему? Ведь это с одной стороны. А с другой стороны, ведь ничего ни в мире, ни в жизни, на нашей планете не проходит бесследно. Если американцы пытаются каким-то образом нарушить озоновый слой, и это повлияет и на Соединенные Штаты Америки, на климат. А почему это влияет? Уже влияет. Вы знаете, что... Просыпаются один за другим вулканы, да, какие-то спящие. Плюс... Сейсмические, сейсмической активностью увеличиваются. Плюс в апреле в США, только за апрель, было 300 ураганов, смиричей за апрель только. Получается, сами себе доставляют? А, понимаете, вы знаете, когда люди не умеют мыслить, которые мыслят ограниченно, они не думают о последствиях. Не убедительны, Николай Викторович. Почему не убедительны? Ну как, вот люди хотят что-то... Понятно, что всегда за зло, это такой закон космоса, ты получишь за добро, за зло, за зло получишь зло. Само по себе ничего не происходит, поверьте. И то, что вот само себе, само накажет, такого тоже не бывает. Если бы, извините, такое происходило, то зло бы давно исчезло с Земли, не так ли? Оно, к сожалению, процветает. Во всяком случае, вот то, что вы утверждаете, звучит довольно внушительно, да? Но я думаю, что у вас очень много фактов, документов. Вы в Соединенных Штатах, когда работали, добывали там какую-то информацию? Пытались найти, вот узнать что-то о том же климатическом оружии? Существует еще и психотронное оружие, это отдельная тема. Это один и третий. Но это вроде сейчас уже признают, что оно существует. Да и климатическое признают, просто даже, извините, так вот, вот мы делаем дождичек, мы делаем то-то, заказан и так далее. Понимаете, просто почему вы говорите, допустим, правительство? Ну, во-первых, скажем так, имея деньги у того, у кого ругаешь, так, можешь оказаться без этих денег. Стабилизационный фон находится где? В Штатах. То есть, если что-то вякнет против, перекрытись на рот. Ну, если... Это один момент предположения. Не правда весьма существенный аргумент? Существенный. Но если предположить, что это все действительно так, и вы говорите такую правду, не очень нужную для кого-то... Конечно. ...то вы человек опасный, с вами должны бороться, вас должны преследовать, нейтрализовывать. А вы думаете, не пробовали делать, это многократно. К сожалению, мою жену как раз убили в прошлом ноябре. Вы ходите с охраной? Зачем? У меня свои методы есть. Потому что охрана, при всем желании, никому не поражит. И та иллюзия, что телохранители могут спасти кого-то, они могут спасти только случайно прохожих, кинется как с маньяка. А профессионала, никакая охрана никогда не спасет. Есть другие методы. Весьма эффективно. Меня ее подсчетит много раз. Есть такая теория еще, что все, что происходит на нашей земле, а если это плохое, то это кара Господня. Все зависит от Господа Бога. Значит, вы атеисты, если вы не придерживаетесь этой... Во-первых, я атеистом был и есть. Понимаете? Вы не верите в Бога? Конечно, нет. Потому что даже стать на позицию Бога, я читал, в отличие от Большинства, когда кричал, что не верит в Бога, и читал хорошо и Новый, и Ветхий Завет. Очень хорошо читал. И любой теосов спорит со мной, сядет в лужу. Потому что не сможет ответить на элементарные вопросы, которые будут подняты. Понимаете? А во что же вы верите? Вот я где-то прочитал в ваших трудах, что у вас такое ощущение, что у вас кто-то ведет по жизни. Нет, такого не было никогда. Нет? Нет. Это вам приписываю. Значит, у вас нет такого ощущения, что есть какие-то высшие силы, я не знаю, как угодно их можно называть, и они воздействуют, влияют на нашу жизнь. Есть высшие какие-то силы? Ну, понимаете, что вы призываете под высшими силами? Ну, может быть, какие-то иные цивилизации на других планетах. Понимаете, опять-таки, считать, что наша цивилизация единственная во Вселенной – это бред. Да, это бред. Я с вами согласен. Но, наверное, есть какие-то высшие цивилизации, которые могут влиять, и уж они-то не позволят американцам, ну как, уничтожить нашу цивилизацию или нашу планету. Вы знаете, к сожалению, даже при всем при том, что другие цивилизации не высшие силы, а просто более развитые цивилизации действительно есть. И это, может, особая тема, конечно, не связано с экономическим оружием. И то, что мы с вами живем на этой планете, это тоже есть реальные доказательства, аргументы, непровержимые, которые просто замалчиваются. Доказывают, что хомосапин, человек разумный, не произошло на этой планете. При всем том, что кричат, вот, большое сходство генного аппарата человека с другими животными. Это все, опять-таки, на уровне теории. Нет, факты. И подтверждений нет. Есть. Я уверен, что мы не одиноки во Вселенной, но, тем не менее, не будем спорить. Вы лучше мне скажите, что делать вот с этим самым климатическим оружием, чтобы у нас природа не менялась, погода была хорошей этим летом, и зимой тоже было неплохо. Понимаете, дело в том, что для того, чтобы не было климатическое оружие применения... Надо изобрести нам климатическое оружие. Зачем? И бороться. Зачем? Есть антиклиматическое оружие, которое остановило в прошлом году то климатическое оружие, которое было применялось. Оно существует? Существует. У нас, в России? У нас, в России. Вы сейчас не открываете государственную тайну? Секрет не рассказываете? Нет, это никакого отношения к государству не имеет. То есть не будет столько пожаров в Подмосковье, и мы будем дышать свежим воздухом? Вы знаете, если не будет поджигаться, приведу вам пример. Мне сообщили из Свердловской области, из Кенненбурга, людей, имея камеры, телефоны, засняли, как луч поджигает лес. Выпустили на одном из частных местных каналов в Кенненбурге. Власть утверждает, ничего этого нет. Неплохо? Ну, понимаете, мы всегда ищем каких-то виноватых. А не проще ли нам быть внимательнее, когда вот такая сухая, жаркая погода, пожар опасная? Поджигать не нужно специально, понимаете? Вот я про это и говорю. Не нужно специально быть и быть повнимательнее. И плюс... И смотреть, не поджигает ли кто. Правильно. Это же все от нас, от людей зависит. В прошлом году было множество фактов, когда поджигались леса сухие. Плюс, опять-таки, торфяники, допустим, загораются любым летом. Почему? Были выделены в прошлом году огромные средства для того, чтобы ободнить торфяники. Правильно? Правильно, да. Где эти средства садились? И почему они не ободнены? Вот так плавно от науки мы перешли к политике и экономике. Это не от науки. Это просто верный факт. Поэтому, понимаете, это и наука как раз-то. Поэтому сухой торфяник, он сам возгорается при определенной температуре. И это не связано с какими-то специальными вещами. В прошлом году были. Когда пытаются манипулировать сейчас такими вещами, или когда пытаются поджигать, как вот в Свердловской области, десятки тысяч людей видели, засняли на видеокамере, фотоаппараты. Факт, это уже документ. Понятно. И отрицается. Почему вопрос? Вот этим вопросом мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу. Почему же все это происходит? Потому что время наше практически вообще закончилось. Было очень необычно, интересно. Есть о чем подумать. Но у нас есть интернет, где есть, кроме того, огромное количество дезинформации. Все-таки можно найти настоящую информацию. Надеюсь, да. Людям, кому это будет интересно. Ну, будем надеяться на хорошее, на хорошую погоду и на милость природы. Спасибо вам огромное. Вам тоже спасибо. Ученый, физик, теоретик, писатель и исследователь Николай Викторович Левашов был героем программы «Разговор». Я, Александр Мякошенков, прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова